В имя Отца и Сына Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем первый двунадесятый праздник Нового Церковного Года. Сегодня мы празднуем первый праздник Нового Церковного Года – праздник Рождества Пресвятой Богородицы. С этого дня завершается Ветхий Завет, начинается Новый Завет, завершается подготовка человечества к пришествию Спасителю, и начинается приготовление встречи Спасителя. Сегодня мы празднуем последний праздник Рождества, и начальника праздника Рождества. Господь Бог мог, конечно, как хотел воплотить Своего Сына Божественного, Второго Лицата Святой Кровицы, по Своей воле. Но Господь решил, чтобы Сын Его воплотился от другого человека, чтобы он вочеловечился. Но для того, чтобы таким образом воплотиться, стать человеком от человека, должен был найтись среди людей человек достойный. Человек безупречный, чтобы стать матерью Господа нашего Иисуса Христа. Но в order for our Lord and Savior to become a man, there must be found among humankind a person worthy, a person pure enough, without reproach, that could become the mother of our God. Все, что мы получаем от Господа в этой жизни, дорогие братья и сестры, мы должны Господу возвращать. Вспоминается замечательная и известная стихира из другого праздника, праздника Рождества Христова. И в этой стихири есть такие слова о том, как природа и человек даруют Господу разные дары. В этой стихири сказано, небо дает тебе звезду, земля пещера. А мы чистую даруют. Спейер Council. А мы кричим. Повelling. connaig Слава Богу, дорогие братья и сестры, что нашлась среди нас грешных людей Человек, который оказался достойным стать Матерью Божьей Но она стала Матерью Божьей не на пустом месте Не просто так, случайно А стала она такой достойной, потому что у нее родители были в высшей степени благочестивые люди Наверное, наиболее благочестивые людьми того периода Но Матерью Божьей не был в вакууме Она не был вакууме, не был вакууме, не был вакууме Вакууме Божьей не был вакууме, не был вакууме, не был вакууме Может быть величайшим позором, не быть способными иметь детей И несмотря на издевательства со стороны соседей, сплетен и других поношений Они были людьми смиренными И принимали эти оскорбления, эти осуждения со смиренной душой Однажды Яким принес богатые пожертвования в Иерусалимский храм И первосвященник отверг это приношение Сказал Якиму, я не могу принять от тебя великого грешника Такое приношение И подчеркнул вот это, что ты великий грешник И, конечно, Яким ушел из любимого им храма Божия Глубоко огорченный, что его жертва не была принята Ушел в пустыню И там сорок дней и сорок ночей молил Господа И молил Господа о ребенке И это еще случилось, что Яким приходил в его beloved temple в Иерусалим И брать rich святого храма В том, что он не получил, не получил И он не получил, не получил И я не могу получить, это не получил И вы не получили, потому что вы так и грешники И Джоаким остался в доме, сидит в десерт 40 дней и 40 ночи, и продолжал пройти к Богу, чтобы иметь ребенок. Конечно, Анна услышал, что ее муж был в десерт и был гривен. И Анна, услышав о том, что Яким уединился к пустыню, огорчилась этому, но тоже продолжала, как и он, пост и молитву. И, наконец, их молитва была услышана, и родилась будущая Пресвятая Дева, которая стала честнейшим, хирургимой, славнейшим, без сравнения с Серафимом. И, наконец, и мы все знаем преимущество, они были, не осознавая им, добиваться их возраст, только преимущество, которые были виновата на жену, Вот, дорогие братья и сестры, мы, как бы, наш дар родочеловеческого Богу – это Пресвятая Дева Богородица. И Иоаким и Иоанна могли ее родить, потому что они проявили такое благочестие и такое смирение. И вот можно сказать, что доброе, хорошее, положительное для души в нашей жизни дается только через благочестие и глубокое смирение и даже страдание. Потому что порой поношение со стороны своих приносит страдание от человека. Но если мы ни в чем не виноваты и нас поносит, мы должны, памятуя заповеди блаженства, радоваться и веселиться. «Ибо мзда наша много на небесе, а мзду в этой земли, в этой земной жизни искать нам не надо». Ее не искали ни Иоаким и Иоанна, ни тем более Пресвятая Богородица. А переносила она и ее родители одни поношения. И Иоаким и Иоанна из-за того, что не было ребенка у них долгое время, а Пресвятая Дева, вы сами помните, страстную седницу, и какие поношения, какие огорчения она несла эти страшные дни. Девушки отдыхают. пиес, humble and willing to take grief, to be able to bear grief. This is what Joaquim and Ananda were so successful in doing and as a result they received a child. And this child gave them, of course, to a certain degree, joy, which all parents enjoy. But they couldn't enjoy having this daughter for a long time because they gave her back to God. They gave her back to the temple and they didn't live long enough to see her grow and become a woman and give birth to the Savior. So we should remember in the Beatitudes, rejoice and be exceedingly glad because great is your reward in heaven. That's what we should be seeking, our reward in heaven. And the path to this reward in heaven, of course, is given to us by these wonderful, pious parents, Joaquim and Ananda, the parents of the Holy Virgin Mary, whose birth we celebrate today. And so greatly do we honor her parents that you'll remember that at the end of most services, at the dismissal, we always remember them and through the prayers of Joaquim and Ananda and of all the saints. So let us give thanks, dear brothers and sisters, that we are able to celebrate today the first great major feast of the 12 major feasts of the year, the Nativity of the Holy Mother of God. And let us be worthy to have her in our life, be worthy that our prayers be heard by her as she stands in heaven next to her heavenly Son and our Savior. Amen. 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 Субтитры создавал DimaTorzok